Есть люди, которым легко дается изучение любого языка, за какой не возьмутся. Но что, если Бог не наградил талантом полиглота, а выучить язык жизненно необходимо? В этом видео я поделюсь своим опытом изучения итальянского и более того, сдам все ссылки, явки и пароли. Первое, с чего бы я посоветовала начать, это видео-уроки. На просторах ютуб только ленивый чему-нибудь да не учит. Однако выделю 4 преподавателя. Ирина Шепилова. Молодая, амбициозная, она заставит вас начать говорить. Елена Шепилова. Приятная грамотная речь, кратко доступна по делу. Также есть сайт, где можно прочитать все лекции и выполнить задания на пройденную тему. Нескучный итальянский. Веселая и располагающая к себе Татьяна не только разживет все правила, но и расскажет кучу примеров из жизни. Для тех, кто считает, что учить итальянский нужно непременно с носителем, обратите внимание вот на эту яркую харизматичную итальянку. Преподает на итальянском. Ссылки на каналы вы найдете под видео. В интернете можно без проблем скачать самоучитель итальянского языка Шевляковой в комплексе с аудиокурсом. Тысячи уроков итальянского Ганиной, как и у Шевляковой, оснащен словарем, пояснениями, ребусами и заданиями. В изучении грамматики помогут пособия Буэно и сборник практических заданий от легких до сложноуровневых. В глобальной сети также можно найти множество адаптированных книг для изучающих итальянский язык, от совсем легких текстов до более сложных. Альтернативой книг могут быть журналы, например, «Современная женщина». Все ссылки также указаны ниже. Для тех, кто предпочитает усваивать информацию на слух, сборник аудиосказок на итальянском. Или музыкальные радиостанции «Кискис Италия» и «Радио Италия», где звучит только итальянская музыка. По мне, так самый интересный метод – это смотреть кино. Начать стоит с фильмов на итальянском с русскими субтитрами. Ниже ссылка на мою достаточно широкую подборку кино и сериалов. Канал, который точно не блокируется на просторах российского интернета – «Рай Ньюз». Новости в режиме 24. Если удастся открыть «Рай Уну», обратите внимание на развлекательную программу, которая каждый вечер выходит в эфир в 7 часов. Формат «Вопрос-ответ» помогает реально обогатить словарный запас. Программы в записи можно найти также ВКонтакте. Неплохой сайт по изучению итальянского. Словари, тексты, ребусы, практические задания. Например, ВКонтакте есть вот такая группа. Мало того, что самая большая по числу подписчиков, так она еще и живая. Материал обновляется почти ежечасно. Здесь можно найти интересную информацию, юмор, полезные сведения и друзей. Каждый день я проводила в московском метро час с лишним. Все это время я зубрила слова и фразы. Прежде подготовив вот такие двусторонние карточки, где поначалу даже отмечала ударение и произношение на русском. Дома закрывала столбик с итальянскими словами и писала в тетради перевод к русским словам. Помогает лучше запомнить как слово, так и его правописание. Важно как говорить на изучаемом языке, так и писать. Если ваш метод изучения включает занятия с преподавателем, постарайтесь найти учителя от Бога. И, конечно, интересуйтесь страной, культурой, историей и событиями. Для чего можете подписаться на мой канал Интересная Италия, смотреть видео, делиться с друзьями, оценивать и комментировать. Успехов!